Мы уже рассказывали несколько месяцев назад о нелегкой судьбе бывшего циркового артиста Медведя Егора. Тогда Косолапому нужна была помощь. Дело в том, что Медведю негде было жить. Вместе с рисировщиком их просто выбросили из родного цирка, как ненужную вещь. Какое-то время они находились в городском питомнике, здесь обещали помочь, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. В итоге поддержка пришла от людей, которых история Егора не оставила равнодушными. Подробности далее. Когда-то Медведь Егор был звездой цирка, блистал на арене, выполнял трюки. Теперь его жизнь далека от ярких софитов и громкой музыки и полна постоянных переживаний и скитаний с места на место. В октябре мы уже рассказывали о сложнейшей ситуации, когда Косолапый буквально замерзал на глазах в горпитомнике, в котором жил с апреля этого года. Учреждение было не готово к содержанию крупного животного, но все же здесь пообещали построить теплый вольер, если найдут материалы. Мы потихонечку уже начинаем строить дом к зиме, но не все стройматериалы у нас есть. То есть основание пока сделали. Нам очень много требуется. Требуется швеллера, требуется уголок, требуется труба, требуются панели. Утеплительный материал там любой абсолютно. Видимо материалы для строительства дома все же не нашли и слово свое не сдержали. Поэтому дрессировщику Павлу и его питомцу пришлось искать новый угол. На помощь пришли представители одного крупного волгоградского предприятия. Они нашли и место в контактном зоопарке, и оборудовали вагончик с вольером. Сейчас Егор чувствует себя хорошо, правда немного сонный. Все же природа берет свое. И даже привыкшие их с детства выступать артисты зимой предпочитают отдыхать и бездельничать. Большую часть дня он, конечно, пассивен, не такой активный, спит, но работать он рвется и сейчас. И как вы видели, он бегает, он заработал все, что хотите. Но, увы, государство в лице федерального козелоприятия «Росгостырка» и его филиалы «Волгоградский гостырк» бросили его на произвол судьбы, которому он отработал 25 лет отдал этот медведь. Они его просто выбросили на улицу. Помогают в содержании Егора неравнодушные горожане. После выхода нашего сюжета они постоянно привозят для медведя еду. Полезные фрукты, виноград, бруши и яблоки, вкусные сладкие сухарики и морковку, а также любимейшее угощение всех косолапых – питательный мед. Такой рацион пришелся Мишке по вкусу. Он даже набрал немного лишнего веса, а шерсть снова заблестела. По словам Павла, сейчас намного спокойнее, ведь его питомец накормлен и в тепле. Спасибо волонтерам. Просто вот когда был праздник, первый волонтер, я всегда их вспоминал. Это и Юлия, и Алина. Это прекрасные люди, которые изначально подняли все это. Это когда случилась с Егором беда в горпитомнике, когда его бросили и не кормили. И мы выживали на одну мою пенсию в 13 500 рублей заслуженного артиста Российской Федерации. Я кормил семью. И сейчас вот спасибо им. Наконец-то у нас в изобилии кормов для него, витаминов. Что хочешь. Он просто, ну просто отдыхает. В следующей весне попечители уже пообещали сделать для Егора вольер побольше и даже установить в нем бассейн. А по словам Павла, Егор мечтает лишь об одном, чтобы его снова встречал шквал аплодисментов и восторженные крики такой любимой публики. Сабина Саблина, Виктор Хиврин, Вести 34. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!